Эта песня называется «Опиньон». Как сказано, гораздо увеличивается граница с натовским государством. Все очень грустно, печально, как и все, что сейчас происходит в мире в отношении Российской Федерации. А чем это может быть плохо для Финляндии? Для Финляндии? Ну, то, что когда любое государство, суверенное до того, теряет эту суверенность, потому что когда в любое экономическое, политическое пространство включается, оно зависимым становится. Понятно, да? Дальше для населения, я думаю, тоже вот эти новые какие-то вливания в содержание того, что там будет размещено, я думаю, это тоже не слишком хорошо. Ну и вообще военизация любого порядка, а это, конечно, милитаризация, вряд ли это хорошо для современного мира. Мы говорим, ну, не о толерантности вообще, а политической, да? Какой-то согласованности действия. Ну, у них, наверное, есть согласованность только против Советского Союза. Я не знаю, мстят, может, они нам за советско-финскую войну. Но для меня, которая неоднократно, естественно, была в Финляндии, вот это непонятно. Правда, непонятно. И очень грустно. Спасибо за ваше мнение. НАТО, а что вы думаете по этому вопросу? Какие последствия могут быть для России и для самой Финляндии в том числе? Для Финляндии пускай думают, какие для нее будут последствия. Для России ровно никаких. Усилим границу. Они пускай думают. Целью стали, вот и все. Спасибо большое. Ну-ка, они давно хотели вступить. Что я могу сказать? А как думаете, это как-то отразится на России и на россиянах? Нет. Разбомбим мы их. Я сейчас уезжаю опять туда. Да? Да. Разбомбим мы их. Мы сейчас пока на месте стоим. Но факт то, что никуда не двигаемся, они просто деньги отмывают. И все. Какие надежды у вас на будущее для России, для Украины вообще? Ну что, мы свое возьмем и все. Мы этот Киев трогать не будем. А он нафиг нам не нужен. Так что... Киев брать мы не будем. Хотя уже ракеты были по Киеву пущены. Так что... Финляндия вступила в НАТО. Что вы думаете по этому вопросу? Ужасно. Я подумаю, конечно. Грозит как-то это России нам, россиянам? Ну, с одной стороны, может, и даже и грозит. Конечно, по крайней мере, мы беспокоимся. Ужасно, конечно. Да, вернее, все едут в автобус, только об этом говорят. Так что такие же. Ваши надежды на будущее? Да мы-то старенькие, мы-то доживем, а вот вам как жить дальше? У нас-то надежды хорошие должны быть. Мы надеемся на вас. Мы оптимисты, да. Мы думаем, что у нас все равно все будет хорошо. Мне-то уже 76. Ирочка Капанбаш. Спасибо за ваше мнение. С вам всего доброго. И вам. И вам. В Финляндии официально вступила в НАТО. Как вы считаете, гордит чем-то Россия нам, россиянам? Ну, я не знаю. Мне кажется, время покажет. Тут зависит от многих сторон. Ваши надежды на будущее? На будущее, конечно, хочется надеяться, что все будет хорошо. Пускай они ни на что не надеются. Даже если они еще кого-то там приплюсуют. Бесполезно с нами воевать. У нас вооружение большое. Это мы еще не начали войну. А мы уже сколько завоевали. Вернее, почти все свое отвоевали. А сейчас просто деньги отновают. Стоим все на месте. Как считаете, когда все закончится? О, не скоро. Не скоро? Не скоро. Не скоро. Неизвестно когда, но не скоро. В ближайшее время, как вот говорят, нет, она не закончится. Там год говорили, там полгода говорили. Нет. Она еще дольше будет. Она еще дольше. Так что, мы стоим и стоим. Спасибо большое вам. Наверное, что. Финляндия официально вступила в НАТО. Что вы думаете к этому вопросу? Я считаю, что это банальная глупость. Для России или для Финляндии? Вообще для Финляндии. Почему? Ну, потому что, если смотреть по историческим данным, она оснащилась в Казахстанской Федерации. А то, что сейчас там происходит, это полнейший интернационал. То, что было в России когда-то в советские годы, так что он настроен гораздо враждебнее, чем тогда. Думаю, что плохо. А они всегда были врагами нам. Ленину спасибо, что он их освободил. А так по Швеции они, по-моему, были. Конечно, это плохо. И финны плохие. Я думаю, что давно пора было это сделать. И поэтому, я думаю, да, нормально будет все. Да? А то, что у нас увеличилась граница теперь с НАТО в два раза? Ну, насчет границы, я думаю, что есть будут проблемы, наверное, с этим. Потому что у нас и так страна большая. Поэтому и так не справляемся. Не знаю, что они там свыше придумают, то и сделают. Ваши надежды на будущее? Надеюсь, война закончится. Вам все хорошо. Как думаете, для России увеличение границы с НАТО в два раза повлияет каким-то образом на Россию саму и на уровень жизни, может быть, россиян? Конечно, конечно. Потому что надо, для того и надо приближаться, как можно, ближе к нашим, к северной столице, в Москве. У них же нет и дальноблышних снарядов и ракет, чтобы до нас добраться. Им только это и нужно. Это основная причина, да, сейчас? Основная причина уничтожения наших городов. Столист наши, культура наша и так далее. Так что... Все ясно. Спасибо большое вам за ваше мнение. Вам все хорошо. Вам тоже. Финляндия официально вступила в НАТО. Что вы думаете по этому вопросу? Да, отрицательное. Ничего хорошего не принесет нам. А как считаете, это может отразиться в каких последствиях для самой России и для Финляндии в том числе? Дружеские связи нарушатся, наверное. Ленин им свободу дал, ну, подарил. Все время они в такие пакостные нам делали, вступают в Авражеское НАТО. Ничего хорошего. Они приближаются с 148 километров до Питера. В общем, границы к нашим. Вась Канада близко подойдет. Ничего хорошего. Нам не грозит. Мы справимся? Как считаете? В данный момент трудно. Если у нас экономику повернут и правильство сменится на более человеческое, то справимся. Ну, что я думаю по этому вопросу? Я думаю, что это очень успешная внешняя политика нашей страны, собственно говоря. Начались эти события в многом с того, что президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович потребовал, так сказать, вернуть границы НАТО, военного блока. По состоянию на, если не ошибаюсь, 1997 год. Мы видим сегодня, как у нас все получилось. То есть это провал нашей внешней политики, я считаю. Что мы с нашими соседями поддерживали, в принципе, вполне хорошее, нейтральное, я не скажу дружественное, нормальное отношение. И вот теперь получается так, что мы не смогли донести миру цели и идеи вот того, что сейчас делаем, да, то, что происходит. И в итоге получается так, что многие страны, опасаясь российской угрозы, вынуждены искать какие-то пути решения для себя вот этой проблемы. Мы сейчас не говорим о том, насколько она серьезная, надуманная или самоделишная и так далее. То есть, конечно, относительно того положения в мире, которое складывается сейчас, допустим, для нашей страны в частности, конечно, это нельзя признать, скажем, каким-то позитивным моментом. Но случилось то, что случилось, будем жить дальше. Посмотрим, что будет дальше. Я спокойно отношусь, спокойно отношусь к этому, потому что я не боюсь, что они, Финляндия, какая-то Финляндия на нас нападет. Я спокойно отношусь. Вот Турция предала, да, а так я спокойно, никто нас не тронет. У нас все разрушено, институты военные, уничтожная промышленность, сельскохозяйство. Ничего хорошего не будет. Если только резко поменять. Я думаю, Путин воспользуется этими санкциями. Экономику повернет на плановое хозяйство. А он что-то тянет, не хочет делать. Не хочет улучшать ситуацию в нашей стране, внутри страны. Думаете, что плановая экономика поможет делать? Конечно, поможет. То есть частники, им сегодня выгодно, они не будут ничего производить. Патриотов таких сейчас мало стало. Поэтому, кто там говорил, что они за 300% прибыли могут и мать свою убить на эти буржуи. Что вы думаете по этому вопросу? Плакаем в руки. А отразится это как-то на самой Финляндии? Обязательно. Замучаются хлебать. Всю эту натовскую кашу. А то мы всегда дадим. Не было у финнов ничего такого путнего. А тем более сейчас. Они за это время ни о чем. Так что... Ваши надежды на будущее. Мой юный друг. У меня одна надежда. Спокойно помереть. И больше ни о чем. Надежды на будущее для России есть как-то? Ах, для России. Ну, процветать. Стоять на своем. И больше ничего. Вот и все. Что вы думаете по этому вопросу? Как это может отразиться? 12 сиян на Россию в целом. У нас политик так запутал. Уже непонятно. Что правильно, что неправильно. И чем отразится? Чем отразится? Что-то у нас непонятно. Мир сошел с ума. Можем сделать так. Вот есть такое мнение. Борал интервью. Что это плохо отразится, допустим, на самой Финляндии. Ввиду того, что она потеряла, вступив в НАТО, свой военный суверенитет. Ну, я услышал, что народ против. То, что как с Россией живет хорошо. Это уже верхушки решают вопрос. По идее. Я так думаю. Не знаю, что там отразится. А выход из ситуации, какой вы считаете, возможен в дальнейшем для России? Для России? Ну, честно говоря, прогнозы раздавать дело неблагодарное. Очень трудно предсказать, чем это все закончится. Но в любом случае, рано или поздно нам придется, хотим мы того или не хотим, независимо от того, кто там будет у власти, какое правительство, налаживать, скажем так, более-менее сморское отношение с миром. То есть понятно, что мы хотим, чтобы услышали нас, с одной стороны. Но с другой стороны, самое главное, что может быть важно вообще для всего человечества, глобально, если подходить к вопросу, это вопрос безопасности. Международной безопасности. И, конечно, очень не хотелось бы, чтобы продолжалась эскалация конфликта, вот эта вся. И я думаю, что рано или поздно все равно встанет вопрос о том, как нам приходить обратно на мирные рейсы. Так что с нашей стороны нужно постоянно заявлять о том, что вся вот эта деятельность, так сказать, она не несет какой-то потенциальной агрессии для других государств. Скажем так. Ну, получается, как получается в итоге. Вот я обтекаемо отвечу на этот вопрос. Такое мнение, что нам жить отдельно совершенно, все границы закрыть. У нас такая огромная территория, сколько республик. И торговать между этими республиками. Не мучаешься с этими идиотами? Все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok